Наталья Овчинникова 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 И исходя из этого, его анатомия, она определённая, то есть она не меняется, и она предназначена для того, чтобы человеку было комфортно жевать, улыбаться, ну и производить все необходимые функции своими зубами. Поэтому вот восстановление анатомической формы зубов, да, реставрация, то есть она в себя включает красивую форму зуба, красивый цвет зуба, то есть зуб гармонично смотрится в прикусе, при улыбке, вот, поэтому это вот называется реставрация, то есть просто восстановление правильной формы зуба. Вот для того, чтобы реставрировать зуб, я правильно понимаю, что если есть какие-то недостатки, его там нужно, не знаю, какие-то там начальные элементы кариеса и всего прочего, то нужно вначале зубом серьёзно поработать, там, вылечить его и потом заниматься реставрацией, или нет? И можно ли это всё сделать за один раз? Это и делается за один раз, потому что все дефекты, они одномоментно убираются при препарировании, и при восстановлении, то есть мы делаем так, чтобы этот зуб имел красивую форму, красивый оттенок и потом, соответственно, выполнял правильную функцию. Вот с чем чаще всего к вам обращаются пациенты? Ну, достаточно часто это бывает чувствительность зубов, да, вот такой вариант, как чувствительность зубов, когда она обусловлена дефектами эмали в пришеечной области, так называемые клиновидные дефекты. Вот то, что пациенты приходят, говорят, у меня чувствительные зубы на сладкое, на холодное, на горячее. Это обусловлено как бы не слабостью эмали, а именно дефектами эмали. Они бывают микроскопическими, когда ещё незаметно, но уже очень чувствуется. И когда уже человек видит, это, как правило, увеличивается как бы длина зуба. Поэтому мы с помощью фотополимерных материалов можем устранить этот дефект и восстановить функцию зуба, и человек совершенно улучшается его качество жизни, потому что ничего не болит, и можно жевать и кусать дальше. Наталья, это если касается, например, одного зуба, а если вот, например, несколько зубов, такое же тоже, наверное, звучит? Бывает, да. Это бывают функциональные особенности припуса, когда идёт перегрузка, и возникают вот так называемые пришеечные клиновидные дефекты в области группы зубов. То есть этот дефект тоже можно восстановить за одно посещение. А вот насколько долговечны вот эти реставрированные зубы? Ну, какие там ограничения, чего нельзя делать? Это же тоже важно понимать изначально. Ну вот современные фотополимерные материалы, они по строению приближаются к строению тканей зуба, да, эмали и дентина, по прочности, да, по стираемости, по сгибаемости. Поэтому срок службы, да, таких зубов правильно отреставрированных, он предполагает там 5, 10, 15 лет и более. То есть с самим фотополимерным материалом в процессе жизни человека с ним ничего не происходит. 5-10 лет и затем можно снова повторить то же самое, что происходит? При необходимости, да, потому что естественный процесс стирания зубов, он происходит у всех людей. Естественный процесс, да, стирания фотополимерных реставраций, он тоже происходит, потому что это материал, который, повторюсь, по структуре, такой же, как структуры зуба, анатомические. А вот важно, вы вот несколько раз повторили слово материал, важно ли из какого материала делаются все эти работы реставрационные? И есть ли какие-то различия между материалами? Я вот, честно говоря, вообще ничего об этом не знаю, поэтому давайте об этом поподробнее. Конечно, то есть на современном стоматологическом рынке существует, да, безумное количество материалов фотополимерных, и которые с каждым годом улучшаются, улучшаются, приобретают новые свойства, новые функции. Поэтому, то есть мы вот, допустим, в нашей клинике работаем уже проверенной линейкой фотополимерных материалов фирмы Дэнсплай. Это чья компания? Это американская фирма Дэнсплай, то есть полностью все производство уже много лет направлено именно на стоматологическую индустрию. И то есть они каждый год усовершенствуют материал ввиду его цветопередачи, да, ввиду прочей. Что такое цветопередача? Это вот когда адаптация самого материала при различных освещениях давать природный, естественный блеск и оттенок. Потому что если правильно свет преломляется и отражается, да, в природных тканях зуба, то мы видим такое красивое свечение, да, живые зубы. Точно так же вот эти функции в фотополимерном материале, если они учтены, то тоже человек при любом освещении, при дневном, да, при неоновом, при дискотечных лампах, его зубы будут красиво сверкать, сиять как живые, то есть не будет эффекта отсутствия зубов, да, синих, темных, неживых. То есть это очень важно. Ну, производители на этом всегда акцентируют внимание и выпускают новые линейки материалов, то есть мы знакомимся со свойствами этих материалов, к нам приходят производители, рассказывают, а мы как практики это все внедряем в жизнь. А вот интересно, Наталья, вы вот сказали, что там может быть реставрация там одного зуба и сразу нескольких, и целого зубного ряда, да, если я правильно цифровую? Группы зубов, да, группы зубов, да. А скажите, пожалуйста, вот, например, если кто-то хочет иметь потрясающую красивую улыбку, это тоже вот к вам? И что вы с этим делаете, да, вот какие тут есть возможности? Вот просто неотразимую, если надо. Неотразимую, замечательную, здоровую улыбку, это ко мне и это в нашу клинику призма, потому что мы имеем возможность восстановить, во-первых, правильный функциональный прикус, соотношение зубных рядов, да, верхней и нижней челюсти. Это мы можем сделать вот как с помощью фотополимерных материалов, так и с помощью ортопедических конструкций, там, коронок, виниров, ну, то есть любой тип работы, да, любой тип, который восстанавливает, опять же, повторюсь, правильную анатомическую форму зуба, и в соответствии функция правильная, человек счастлив, человек улыбается и жует, потому что самое главное при восстановлении зубного ряда, это здоровое функционирование зубочелюстной системы. Орехи, крысь, можно или нет? Орешки, да, без шкурочек, без кожуры, да. Без кожуры, раскалывать не надо. Наталья, гарантия есть какая-то? Естественно, есть срок службы, вот это ключевые понятия, и срок гарантии. То есть срок гарантии, ну, во всем мире на, скажем, сочетанные поражения, будь то более одной, двух, да, или трех полостей, он идет от шести месяцев до года. То есть это в течение этого времени, если какие-то маленькие нюансы, там, неровный краешек, там, не совсем удобно сразу по прикусу после анестезии человек себя чувствует. А потом подправляют? Это устраняется, конечно, конечно, устраняется шлифовочкой, полировкой. А срок службы уже этого материала, он превышает этот срок гарантии, вот как я уже говорила, там, 3, 5, 10 лет, вот мои пациенты приходят уже с работами, там, более 15 лет, и все это при правильном уходе, и при правильной методике постановки оно все работает и служит. То есть мы можем только обновить, то есть при необходимости, да, подкорректировать, обновить. Вот в этом, собственно, и прелесть, скажем, фотополимерных реставраций, что они легко корректируются в зависимости от маленьких нюансов, которые возникают в процессе жизнедеятельности. А вот, например, если вы покрываете специальными материалами, да, то насколько это обезопасивает сам зуб и предотвращает появление кариеса? Или это никак не связано? Ну, это связано, во-первых, сама методика постановки, да, методика работы. Препарирование производится под анестезией, поэтому можем убрать все пораженные ткани, да, настолько, ровно столько, сколько нужно. Обязательно при постановке реставрации мы изолируем от слюны. Это делается специальная система Куфердам, которая изолирует от слюны, от ротовой жидкости, от попадания влаги, так как материал подразумевает сухую полость, да, сухую среду, для того, чтобы потом делать само моделирование зуба. Плюс идут обязательно специальные адгезивы, это в составе материалов, которые на основе нанотехнологий, то есть они очень фиксируют материал к тканям зуба. И вот это вот именно момент фиксации, он не жесткая фиксация, а фиксация эластичная. То есть вот это-то и позволяет фотополимерным материалам вести себя так же, как ткани зуба. То есть они стираются, как живые, они гнутся, стираются. В общем, все физико-химические свойства у них идентичны. А вообще сколько может длиться реставрация, и сколько можно успеть отреставрировать за один приход? Лечение одного зуба сейчас занимает в среднем, то есть от получаса до часа времени. Но иногда... Вы сказали ключевое слово «лечение». Давайте вот более подробно, потому что это означает, что нужно убрать весь кариес, который есть. Да, все пораженные ткани зуба. Давайте подробно, да, это интересно. То есть лечение зуба подразумевает, ну вот возьмем сейчас классика, это обезболивание, потом препарирование, это убрать все пораженные ткани зуба. Препарирование слово по-прежнему звучит как-то страшновато. Препарирование — это работа, да, работа турбинным наконечником, это стоматологический инструмент, который не меняется, но он совершенствуется. И затем мы восстанавливаем тем самым фотополимерным материалом, то есть форму зуба, такую, какую она должна быть. То есть это вот как бы проще понятие пломба, то, что вот люди знают под словом пломба. То есть реально это восстановление, да, это реставрация, это ваяние, как скульптор ваяет свои работы, так же и стоматолог ваяет свои красивые зубы. А может ли эстетическая реставрация заменить в какую-то более глубокую реставрацию, ну, например, какое-то ортодентическое лечение или протезную работу, или нет, или это совершенно из разных областей? Возможно. Вот как раз это все находится на грани, потому что проблемы ортодентические — это проблемы с положением зубов в зубном ряду, то есть если это какие-то небольшие наклоны, если это бывает анатомически неправильная форма зуба, то есть шиповидные зубы бывают, там узенькие зубы, бывают просто промежуточки между зубами, ну, от природы так сложилось. Поэтому вот эти вот моменты мы можем исправить с помощью фотополимерных реставраций, да, не прибегая к долгосрочному ортодонтическому лечению. Но, опять же, это все необходимо смотреть на месте с пациентом и исходя из позиции правильного функционирования прикуса. Вот если, например, пациент приходит к вам с желанием изменить форму зуба, как вот вы ему это моделируете? Как вы понимаете, что там ему нужно вылепить-то на месте? Ну, форма зуба, как правило, это бывает, ну, классическое бывает отсутствие вот определенных зубов, скажем, вместо клыков есть резцы. То есть мы можем отмоделировать, как правило, форму резца, да, плоский зуб, сделать его клыком красивый, потому что клык — это вот, ну, ключ окклюзии, то есть самая такая картина улыбки, она основывается на красоте клыка, красоте резцов и их взаимодействии. То есть, возможно, перемоделировка. Точно так же можно отмоделировать вместо, скажем, клыка, примоляра, сделать клык. Ну, вот эти маленькие нюансы, они достаточно редко, ну, это достаточно такая уже сложная работа, то есть реставраторов с опытом. Ну, возможно. А как вы это моделируете? Как вы понимаете, как вот человеку это всё нарисовать? Вы это в себе всё, у вас в голове, это вы художник в чём-то, да? Конечно. Или что-то, вы ля от руки рисуете? Каждый стоматолог — это художник, скульптор в душе, и плюс он смотрит на человека так, чтобы это было гармонично с формой лица человека, с формой остальных зубов, с формой челюстей, с типом жевательных мышц. Это всё очень важно. А вот эти все моделирования — это долгая процедура или тоже так более-менее? Ну, это процедура творческая, и она занимает время. Да, иногда это, если небольшие нюансы, это можно и в течение получаса сделать, а иногда, если это обширные разрушения, то может занимать до полутора часов времени работы. Вот я так правильно поняла, что всё-таки установка пломб в нашем простом понимании, что вы уже начали говорить, это и есть тоже реставрация. Конечно, конечно. Вот смотрите, очень часто раньше так точно говорили о том, что вот есть пломбы долгосрочные, есть там, которые 10 лет стоят, потом их надо менять, или там сколько-то лет. Вот как поменялось за последнее время вот все эти технологии? Сколько теперь держатся эти пломбы? От чего это зависит? От материала или от умения, например, врача? Или вот как теперь это всё изменилось? И изменилось ли на самом деле или нет? Ну, во-первых, точное исследование методики работы с материалом, оно не меняется. То есть как это положено делать, не нарушая, если ты это всё сделаешь, то срок службы любой пломбы, он будет долгим. То есть технология применения этого или иного материала? Да, технология применения чёткая. По самой структуре материала, да, вот как мы уже говорили, современные фотополимеры, они пластичные, поэтому позволяют моделировать, восстанавливать форму от самых небольших, да, дырочек, небольших полостей, до объёмных разрушений, там, ну, до одной трети, там, до половины зуба иногда, как альтернатива протезирования. То есть можно использовать вот реставрацию. То есть эластичность, коэффициент стираемости и хорошие физико-химические свойства позволяют современным фотополимерным материалам продлить срок службы. То есть у них длительный срок службы, там, 5, 10, 15 лет, как мы уже говорили. А раньше, кстати, сколько вот пломба держалась, ну, скажем, лет там 10 назад, вот по вашему опыту? Ну, раньше материалы, они, когда не было вот этих определённых нюансов, да, они тоже держались, ну, 5-10, то есть если пломба не стоит на поверхности, которая подвергается перегрузке, да, подвергается стиранию, то она держится долго. Потому что если есть какие-то моменты, так называемые травматической окклюзии, да, через мерного давления на зуб, собственно, и на пломбу, то происходит её, да, стирание, происходит её скалывание. Если в процессе работы какие-то бывают там ошибки, погрешности, будь то попадание влаги или, скажем, недостаточная гигиена у пациента, скапливаются постоянно зубные отложения вот ниже уровня пломбы, то может разрушаться зуб, да, ниже пломбы. Карийскор не возникает. Поэтому, то есть моменты ухода, гигиены, контроля после реставрации, да, после стоматологического лечения, они имеют место быть. Как? Да, это не значит, что единожды, сделав красивую реставрацию, то есть человек забывает о регулярном осмотре стоматолога. Наоборот, это вдвойне его, да, мотивирует приходить к стоматологу и делать контроль работы. Наталья, вот как связаны между собой реставрационные работы и, например, удаление зубного камня? Напрямую, то есть предварительно перед любой реставрацией мы должны удалить, да, все лишние предметы, скажем так, на поверхности зуба. Зубные отложения, зубные камни, потому что они мешают работе. А если они появляются уже после, например, отреставрирования, после того, как зуб отреставрирован, то что дальше? Удаляя вот этот зубной камень или налет, означает ли это, что нужно по новой делать реставрацию? Совершенно нет, совершенно нет. Это то, что зубные отложения, они, как правило, фиксируются ниже уровня реставрации, да, на поверхности корней, то есть оголенных корней зубов. Это бывает там с язычной поверхности, там, где есть вот протоки слюных желез на щечной поверхности любой. Они убираются, и поверхность реставрации не травмируется, ну, ровно как и поверхность зуба при снятии зубных отложений. Я тут, когда готовилась к интервью с вами, обнаружила, что есть, оказывается, еще такое дело, как скрытый кариес. Я вообще, честно говоря, об этом не слышала. Поэтому вот что это такое, как его можно обнаружить, и как-то он всегда был, или вдруг только сейчас об этом появился. Да, да. Да, скрытый кариес – это такое понятие, скажем так, более профессионально, это понятие кариес на контактных поверхностях, да, на тех поверхностях, которые не видит пациент. И это кариес в области анатомических образований, фиссур, слепых ямок, то, что глазу просто человека не видно, а видно при стоматологическом контроле, при осмотре. И вот особенно акцентирую внимание, это кариес на боковых поверхностях, то есть он, как правило, уже бывает заметен для пациентов, когда откалывается эмаль, самая твердая ткань организма, и уже зияет глубокая полость. То есть, а до тех пор, пока эмаль не откалывается, а внутри зуб разрушается, и маленькое входное отверстие, это вот называется острый кариес, да, и так называемые вот скрытые кариозные полости, которые видны только во время регулярных осмотров. То есть мы можем как бы предупредить, делать профилактику вот этих боковых поражений, то есть видя формирование полостей на самой ранней стадии, вот в стадии пятна, да, в стадии небольшого дефекта, не дожидаясь глубокого разрушения зуба, ну, в простонародье большой дырки. Именно с этим, я так понимаю, связано регулярно, как там, раз в полгода посещение. Да, конечно, конечно. Чтобы все это не доводило. Чтобы все это предотвратить. И самостоятельное использование средств профилактики, это зубная нить, да, зубной флосс, это ирригатор, то есть любые средства гигиены, которые направлены на максимальное очищение поверхности зуба, видной, да, вестибулярной, щечной, и вот контактной, то есть самой невидной, скрытой поверхности зуба, на которых может локализоваться криозные поражения. Ну, давайте еще раз, да, чтобы нам уже все было точно, ясно и понятно. То есть никакая реставрационная работа ни в одном стоматологическом кабинете, да, вот если на что обратятся зрители, невозможно без полноценного лечения вот всех зубов, которые так или иначе будут реставрироваться. Да, вот это ключевой момент или нет, вот важно понять. Ну, потому что, может, там где-то какой-то скрытый, там есть кариес, раз так замазал, и нормально тоже, красивенько все получилось, улыбка есть, все хорошо. Да, вот это же, да, лечение скрытого кариеса, это тоже реставрация, то есть это тоже просто восстановление бывает, поражение только в пределах вот анатомической формы зуба, то есть просто там кариес на жевательной поверхности, да, просто кариес на боковой поверхности. Мы восстанавливаем так, как это есть у пациента, то есть ничего не меняя. А если есть некоторые аспекты, вот это необходимо подкорректировать форму, стерся режущий краешек, надо восстановить режущий краешек, немножко изменить наклон слегка, потому что с одной стороны зуб может быть красиво расположен, а с другой чуть-чуть с другим наклоном, мы это можем подкорректировать. Закрыть промежутки между зубами. Это все вот мы делаем тоже за одно посещение, но это уже, скажем так, более комплексная реставрация зуба. Вот если реставрация произведена уже, то как нужно ухаживать за этими зубами, которые реставрированы? Это какой-то особый уход или это обычный стандартный, ни о чем не надо особенно беспокоить? То есть ключевое слово ухаживать надо. И ухаживать надо регулярно. Не, ну все так или иначе ухаживают, да? Только другое дело, насколько глубоко. Поддерживать, да, поддерживать. Это использование, ну, контроль стоматолога раз в полгода обязательно, потому что только доктор может посмотреть, оценить состояние где-то, отшлифовать, отполировать, глянуть для того, чтобы реставрации служили дольше. То есть регулярный контроль стоматолога продлевает срок службы любой реставрации и любой стоматологической работы. Также желательно использовать зубные пасты, которые не повреждают поверхность реставрации, то есть имеют микроабразивные системы, то есть микроабразивные частички. Есть такие пасточки специальные, мы рекомендуем. Они как бы и отбеливают, но бережно очищают поверхность реставрации, не царапая ее. Есть такие пасточки, используются тоже ополаскиватели в комплексе с этими зубными пастами, которые продлевают антибактериальное действие. Очень важно использование зубных флоссов. Специально есть такие зубные флоссы, они в форме такой вот рагулечки, которые удобно прочищать, особенно вот мужчинам, труднодоступные места. Пациент говорит, у меня не получается там вот руками достать. А у женщин лучше получается? Да, более тщательно, да, женщины более тщательно в этом вопросе, хотя совершенно сейчас и мужчины, и женщины, они вот прислушиваются к советам стоматолога, то есть, скажем так, коэффициент стоматологического интеллекта нашего населения, он растет, из года в год он растет, мы не зря. Ну и, наверное, главный вопрос, который я точно задам, это больно или не больно все эти процедуры? Это же ключевой вопрос к походу, во время похода к стоматологу. При наличии адекватного обезболивания это невольно. Человек просто лежит, мечтает, а в это время стоматолог делает ему красоту. Творит просто. Творит, ваяет и творит. Гаталья, ну у нас же есть традиционная рубрика, и мы не можем вас отпустить из этой студии, пока вы не похвалите нашего друга и партнера, медицинский центр «Призма», поэтому, пожалуйста, милости просим, хвалите. Да, хвалить это всегда хорошо, это всегда приятно, и тем более, что это не пустые похвалы, а в нашей клинике, то есть, есть все условия для того, чтобы врачи могли развиваться, чтобы они могли творчески подходить к своим задачам, то есть использовать новые методики, новые материалы, как бы советоваться друг с другом. И, в общем-то, лучшая наша реклама и похвала – это улыбки наших пациентов, это наши постоянные пациенты, которые приходят с семьями, с друзьями, знакомыми, и мы им помогаем радоваться жизни. Наталья, спасибо вам огромное, спасибо, что вы были сегодня с нами. Наталья Овчинникова, стоматолог медицинского центра «Призма», сегодня была у нас в гостях, за что мы и страшно признательны. И, конечно, мы признательны нашему другому партнеру, медицинскому центру «Призма». Оставайтесь с нами, это был Укрлайф ТВ. Продолжение следует...